Я хочу понять, что не произошло. Хорошо, давайте начнём раз. Или... Буду ждать вам так. Всё, покажу. Уже вознан? А, всё, тогда начнём. Я каждый раз буду начинать, кратно вспоминая о том, что было в прошлый раз, чтобы вы более-менее представляли себе, где мы находимся, да? Значит, у нас имеется уравнение непрерывности на величину ρ, который имеет вот такой вид. И мы сказали, что это более-менее характерно для величин, которые сохраняются для каждой жидкой частицы. Кроме того, у нас было уравнение для энтропии, которая имела вот такой вид. И мы говорили, что если у нас есть уравнение лагранжевого уравнения, мы сказали, что вот это лагранжевое описание, это означает, что я беру частицу и следую за ней. И этот способ описания такой же, как способ описания в механике частиц или тел, когда мы следуем за телом. Вот. И в этом случае эти два уравнения могут быть объединены в одно уравнение, которое описывает уже сохранение не величины, а единицу насы или на определённую фиксирование. Я напоминаю, что было в прошлый раз, так что вы ничего важного не пропустили. И ещё минус 5, это будет не важная вещь. А это важно. Значит, вот это уравнение, это закон сохранения величины на единицу массы, это закон сохранения массы. Их можно объединить и написать закон сохранения величины на единицу объёма. И тогда оно обязательно будет опять же иметь вид уравнения и прерывности. То есть депо-депе от плотности есть дивергенция от потока. Теперь, этот поток, в данном случае, он не стривиально плотность умножить на скорость. Мы написали другой закон сохранения энергии, который не имеет такого вида, хотя имеет вид закона непрерывности, поскольку энергия сохраняющаяся величина. Я напоминаю, что вот имеем вот такой вид. Это была внутренняя энергия жидкости, плюс генетическая энергия жидкости. И, конечно же, он должен иметь вид дивергенции от чего-то. И это что-то должно быть потоком. Но этот поток, который здесь стоял, оказалось, что он вовсе не есть плотность энергии умножить на скорость, а содержит на самом деле среди ещё П на Ро, так что вот эти две величины образуют вместе энтераптилию. И это означает, что для энергии нету закона сохранения на единицу массы. Жидкие частицы не сохраняют свою энергию, они ею обмениваются. И хотя полная энергия сохраняется, то есть если я возьму интеграл по всему пространству этой величины, интеграл по всему пространству от дивергенции будет поток того, что стоит здесь через бесконечную поверхность, мы предполагаем, что она ноль, и энергия сохраняется. Вот я хотел подчеркнуть, что вот эта форма записи Эйллера, когда мы следуем за частицами, вот эта форма, excuse-то, Лагранжа, когда мы следуем за частицами, вот эта формула Эйллера, вот так мы работаем в механике частиц. Вот так мы работаем, например, в электромагнетизме. В электромагнетизме мы всегда берем функции от координат, и координатная система всегда зафиксирована в пространстве, она не движется. То есть в этом смысле Эйллера способ описания – это способ, который эквивалентен к тому, который мы применяем в электромагнетизме в оптике, а это эквивалентен к тому, который мы применяем в механике частиц. Значит, теперь мы берем всего прочего, само уравнение Эйллера, которое было написано ДВ по ДТ плюс В град Н, равняется минус 1,4 разделить на Ро, его можно, конечно же, написать как закон сохранения импульса, потому что то, что означает, это, что производная от импульса равна действующей силе. Ничего другого, естественно, во втором законе Ньютона нет, а второй закон Ньютона держит 3 частиц. Поэтому, если его объединить с вот этим вот уравнением, то его можно записать в виде ДВ по ДТ, давайте я его напишу, это векторное уравнение, а я его напишу в компонентах, если честно. ДВ по ДТ от Ро Витова, поскольку импульс сохраняется, то, конечно же, здесь должна стоять полное произведение, да, от некоторой величины, которая будет поток импульса. Это будет тензор, поскольку импульс – вектор. То есть, если у меня есть скаляр, то поток скаляра – вектор. Если у меня есть вектор, то поток вектора – тензор. Это означает, что на каждую компоненту вектора есть свой вектор, который есть его поток. Все вместе они собираются в один тензор. Этот тензор устроен, конечно, довольно просто, и понятно, что отсюда и отсюда можно легко написать, что он есть ДТ и КД плюс РО Витова. Что он мне говорит? Вот это есть поток импульса в идеальной гидродинамике. Я, например, рассматриваю идеальную гидродинамику, в которой только нормальные силы. Нет никаких сдвигов напряжения, никакого трения. Он мне говорит, что если бы я посмотрел вдоль движения, спроектировал бы это дело на направление скорости, то там у меня переносится П и с ровных градусов. Вот столько импульса протекает через единицу площади, единицу времени в направлении движения. Но есть и поперечный его компонент, который просто П. Ну, так сказать, и все. Значит, вот это вот, грубо говоря, простые стандартные вещи – это механика, только механика, записанная для сплошной среды и непрерывных перемен. А сейчас я вам покажу штуку, аналогов, которой нет простых. И это зато исходя из совершенно другого типа. Называется теорема Киева. Значит, мы ее уже видели, на самом деле, когда в самые первые пять минут лет, мы обсуждаем чай, который мы мешаем в стакане, и говорим, что вот если вы, когда мы мешаем чай в стакане, вот мы посмотрим сверху на стакан, он не очень крупный, но предположим. И у него происходит движение по круговым траекториям. Мы говорили, что если бы напряжения были только нормальные, то есть вдоль любого радиуса, на эту поверхность действовали бы силы только вдоль радиуса, то эти силы могут, конечно, менять направление скорости. Скорость все время поворачивается. Понятно, что это движение с ускорением. Но оно не могло бы менять ее амплитуду. Это бы означало на другом языке, что момент импульса сохраняется, и жидкость крутилась в величине. И это из-за того, что мы приняли передвижение. Мы продолжаем принять передвижение, и хочется спросить, этот закон, он специфический только для аксиально-симметричной ситуации с круглым таким цилиндрическим столбом жидкости, с круглым контуром, или, вообще говоря, можно взять любой, коль угодно, какой контур, и вычислить по этому контуру циркуляцию жидкости. То есть понятно, что момент импульса здесь, это просто циркуляция жидкости, где V умножить на R, или V умножить на 2, отвергность, как вы говорите. Вот спрашивается, не мог бы я обобщить эту штуку так, чтобы у меня циркуляция по другому контуру сохранилась. Ответ – можно. И это есть закон сохранения совершенно нового типа. Этот закон, он не локален, в отличие от всех этих законов, которые мы, конечно же, записывали это для некоторого объема, чтобы были в изнамо-объемочек, из этого окончика вытекает интеграл RhoVFDF, объем DbDF от полного объема уменьшается, но, в конце концов, этот объем можно было выбросить, это соотношение в одной точке. И это соотношение в одной точке, и это соотношение в одной точке. А вот это принципиально не локальная объема – интеграл по контуру. Контур можно стягивать, но он не всегда контур. Давайте посмотрим, откуда он берется. Для того, чтобы понять, откуда он берется, я хочу ввести некоторую новую величину, которая называется «завидчивость», а для этого я немножко поговорю про фенематику. Значит, как вообще, вот если у меня есть поле с полоской V, это векторное поле, оно как будто функция от другого вектора R. Если я знаю эту функцию, чего она мне говорит? Время-то не входит. Время-то не входит. Я сейчас смотрю на фотографию, вот те, которые я могу сделать с напишетом, наверное, на фотографию, и мы даже обсуждали, как это можно сделать, и я знаю в каждой точке поле с полоской. Я знаю, как этот вектор зависит от этого вектора. Что я при этом могу качественно сказать про движение своей жидкости? Разные вещи. Давайте посмотрим на маленький элемент жидкости. Возьмем, например, одну точку и другую точку, и спросим себя, как вектор между двумя точками недалеко друг от друга, давайте назовем его, давайте его называть Дельта, Р, давайте напишем на него уравнение. Дельта Р и Д, конечно, должно уравняться Дельта В и Р. То есть скорость здесь минус скорость здесь, и это будет производная по времени от этого расстояния. И поскольку я взял его маленький, то я могу эту скорость здесь разложить. То есть она будет, то есть это есть В и Т от Р, Дельта Р минус В и Т от 0, и я скажу, что она есть Д В и Т по Д Р жидому на Дельта Р джи Т. Таким образом у меня появляется тензор производных скоростей, и он описывает, и я буду уже считать, что эта штука каким-то образом зависит, может быть, от времени, но в данный момент это есть какая-то величина в каждой точке. То есть вот у меня такое уравнение. То есть всякий тензор я могу разложить на сумму симметричного и антисимметричного. Давайте я скажу, что Д В и Т по Д Р жидому есть С и жидая плюс А и жидая. Ну, иными простыми словами это просто Д В и Т по Д Р жидому плюс Д В жидая по Д Р жидому и прибавить их полуразность. Это просто тождество. Я надеюсь, что это так подробно, потому что на самом деле, несмотря на тотальную банальность этих манипуляций, их стоит, что называется, увидеть и прочувствовать. Значит, вот это у меня будет С и Ж и Д. Я тоже, извините, я не знаю, как она называется по-русски, потому что, на самом деле, она называется string по-английски, и тензор деформации, которая была бы правильным переводом в русском, на самом деле, используется не вредными личными, но ее интеграло по времени в теории упругости. Поэтому я особо не знаю, как теоремологически. А вот это называется string. Или партизский по-английски. Давайте обсудим, что они каждая из них описывают. Как по-английски? По-английски это называется партиз. То есть, поскольку я уже сказал, что те, кто дослушивает до конца, получат этот самый файл, PDF-файл со всем курсом лекции, с формулами, только будет на английском языке. Так что вы можете не писать. У Штикулянды искренне. Давайте сначала обсудим вкратце симметричную часть, а потом мы про нее забудем на время. Симметричная часть... Давайте представим, что у меня нет здесь никакого антисимметричного, у меня есть только симметричная часть. Любой симметричный тензор можно поворотом ортогональным преобразованием привести к главным осям, что в переводе на слайдский язык означает, что можно так направить оси, что этот тензор станет диагональным. И тогда у меня уравнение примут такой вид. Например, дельта r1, которую я назову x, будет иметь x с точкой равняется s1 1 x. Это, так сказать, вот в этом тензоре вот здесь будет стоять s1 1, s2 2, s3 3, а там будут все нули. Это означает, что я его привел к главным осям, да? После этого это уравнение примет вот такой вот вид. И совершенно понятно, как устроено его решение. Если о меня интересует то вообще говоря, о некоторой функции она применит. x от t есть x от 0 на e в степени интеграл s от t штрих 2t штрих. Значит, мы видим, что вообще говоря, если у меня поле скорости меня замедленное, я вам по какое-то время считаю это величину постоянным, то у меня происходит экспоненциальное растяжение или экспоненциальное сжатие в зависимости от знака s. Это простая конструкция, сейчас невероятно часто используется в физике в самых разных местах, от оснований статфизики до гидродинамики. Это вот то, что называется потом экспоненциальное разбивание траектории. То есть мы видим, что всякий раз, когда у меня есть две точки недалеко друг из друга, так что в этом месте существует не нулевая симметричная часть у тензоропроизводных скоростей, результатом этого является экспоненциальное разбегание траектории. Или сбегание, в зависимости в каком-то направлении будет распространение, в каком-то будет сбегание, например, при снижимании. Это другое растяжение, а в одном направлении может распровождаться сжатием траектории. Значит, я не хочу останавливаться больше, в лекциях, в записях лекций есть более подробный пример этого дела. Просто я хотел бы, чтобы у вас было вот это вот простое понимание, совершенно базисное, что наличие симметричной части тензоропроизводных поля скорости означает простой пример, например, для двумерного нежимаемого поля жидкости. Нежимаемое это означает, что след этого тензора след этого тензора называется дивергенция В. Она уже встречалась много раз, в том числе и там. Вот всем известно, что такое дивергенция. Вы помните, это из электромагнетизма. это ДВХ по ДХ плюс ДВХ по ДЮ плюс ДВЗ по ДЗ. Это степень сжатия. Поток через единичную поверхность. Это поток через единичную поверхность. И это тем самым степень сжатия или растяжения. Если этот поток положительный, то ваш конкретный элемент растягивается, если в нем уменьшается количество плотности, если этот поток отрицательный, то внутри ваша плотность увеличивается. То есть величина дивергенции всегда означает локальную степень сжатия или растяжения. Для нежимаемой жидкости она всегда новая. И вот если для нежимаемой жидкости нарисовать поле скорости, которое соответствует вот такому тензору, вот это тензор С и ЖТ, в двумере написано так, то соответствующее поле скорости имеет вот такое вид. Это вы можете наиболее нарисовать. И оно вот как раз, и у такого поля скорости есть λx, в y есть минус λy, полное поле скорости выглядит вот так, оно растягивает вот так и сжимает вот так. Всякий шарик, всякий круг в нем превращается в векс. Когда вы будете потом изучать всякие хаосы, современную теорию динамических систем, основы статфизики, почему мы статфизики можем устраивать усреднение и так далее. Вот это все основано на том, что тензори разберутся в экспедиции. Теперь я хоть про это забуду, и поговорим про антисеметричную часть. Значит, антисеметричная часть, как понятно, в трехмере выглядит особенно. Она, вообще говоря, всего три величины. не постоянен. Почему считаем более-менее постоянным тензором? Нет, вообще говоря, он не постоянен. Но, я вспомню, если он постоянен, то это эксплуенциально. Дальше существует невероятно простая наука, развитая в последние, может быть, тридцать или сорок лет, которая спрашивает, а что, если он меняется достаточно нерегулярным образом в течение времени? Ну, то есть, вот, например, вот эта самая матрица, которая уже спустилась, рамка минус рамка. Давайте, пусть рамка будет функция времени. Это не относится просто, но, в самом деле, это интересная вещь, я вам расскажу, потому что я думаю, что вы с этим столкнетесь как или иначе. Вот, пускай это рамка, есть функция времени, она, так сказать, то положительная, то отрицательная, и при этом все это дело еще поворачивается в форсад. То есть, у меня мое течение, какое-то такое, очень нерегулярное. Просто, что будет происходить со временем? Можно сказать, ну, в этом направлении какое-то время меня растягивает, потом через некоторое время в этом направлении меня начнет сжимать, потом в этом направлении начнет растягивать. Что будет, если мы возьмем маленький шарик и посмотрим на него через достаточно длинное время? Это вопрос, который люди задают в основах статфизики, потому что в статфизике, когда мы интересуемся поведением ансамбля систем в фазовом пространстве, это как гидродинамика. В общем, гидродинамика и нежимаемая, потому что в элентоновских движениях есть теорема геология. Есть на то, что я говорю для вас «тюрный лес», так сказать, это собая. Я не буду более подробно говорить, я расскажу еще несколько фраз, и мы пойдем дальше. Так вот, нас интересует, а что будет с этим, так сказать, ансамблем начальником слоя, кого он будет двигаться? Ответ. Довольно неожиданно. Это случается в том, что любое, любое, практически любое случайное изменение вот этих двух причин, так что в среднем 1-0 и так далее, приведет к тому, что сам шарик будет растягиваться все сильнее и сильнее. И смысл этого дела довольно простой, потому что, если вы в каком-то направлении что-то растянули, это по случайности, да? А потом, вы спрашиваете, а какова вероятность того, что он потом сожмется обратно и начнет растягиваться в другом направлении? Так вот эта вероятность теперь мала, потому что то, что вы растянули, чтобы его обратно сжать, вам теперь нужно так подгадать это сжатие, чтобы оно было не просто, а внутри этого угла, на который вы растянули. Поэтому, вот это соображение, которое выглядит как бы очень простодушным и основано как бы на постоянной матрице, оно чрезвычайно могучее и реально практически любое, ну почти любое поле скорости, кроме еще специальности, и выражение и устраивает перенциальное разбегание трехов. А еще, мы же только локально можем сделать информацию диагональную, ниже. То есть, в одной точке будет диагональна? Конечно, очень хороший вопрос. Поэтому, на самом деле, то, что будет происходить, будет происходить следующее. Вот я взял свой элемент, пока он маленький, я вот здесь могу пользоваться этим линейным приближением. Через некоторое время он стал вот такой. Очень тоненький, но очень легко. Здесь я уже не могу пользоваться этим линейным приближением. Поэтому, на самом деле, он начнет изгибаться. Он станет вот такой какой-то, потом начнут какие-то складки. Но этот его кусочек я опять могу рассматривать внутри такого приближения. И он по-прежнему экспоненциально растягивается. Понимаете? То есть его форма будет сложная, но локально он все время будет экспоненциально растягиваться. Из-за этим экспоненциальным разбеганием стоит не гораздо много очень красивой физики и огромное количество красивой информатики, которые, к сожалению, я не очень кондифицировал разговаривать. Значит, давайте закончим с симметричной и перейдем к антисимметричной. Значит, антисимметричная в трехмериях, как известно, есть всего две числа. Потому что, значит, у меня есть теперь только три компоненты. Вот это, вот это, вот это. Эти им равны со знаком минус. А последненькие важны две нули. Поэтому, на самом деле, А и Ж и Н, конечно же, на самом деле это только две независимых компоненты. В любом случае, так сказать. В любой системе коробина. Ее не надо никак поворачивать. И поэтому, и это магическое свойство трехмерного мира, что в нем антисимметричный тензор можно представить как вектор. Это можно сделать с помощью полностью антисимметричного тензора. Значит, по традиции это дело делают с одной второй. Сейчас я объясню почему. Значит, вот А определена вот так, вот это вот А, а Омега определена вот так. И тогда можно проверить упражнение не очень сложное, что Омега — это вектор. И он есть на самом деле ролик вектор Омега. Или иными словами, компонента, например, иксовая Омега есть. ДВУ по ДЗ минус ДВЗ по ДУ. Да? И вот эта вот величина называется за векторностью Омега. И опять же, это у меня в курсе домашнее упражнение. Но, сколько вы получите лекции, то там оно с решением приводится. Значит, можно взять, спросите, если я помещу пылинку в жидкость, и в этом месте, куда я ее помещу, поле скорости так устроено, что его величина вот этого вектора есть Омега. Тогда можно доказать довольно просто, что моя пылинка будет крутиться с угловой частоты этого Омега. Ну и, действительно, мы знаем теорему Стокса. Значит, это называется уже моя формула Грина. Я всегда путаю, как из них, кто из них что. Значит, мы в прошлый раз обсуждали, что интеграл от вектора по поверхности может быть представлен как интеграл от дивергенции этого вектора по объему. Есть его аналог в плоском случае, который говорит, что если у меня есть интеграл от вектора по поверхности, то он есть интеграл от, и этот Омега, я напоминаю, есть ротор ВОДФ, он есть интеграл от ВДЛ, то есть есть циркуляция вектора по контуру. Контур в этом месте замок. То есть, если у меня есть вот это Омега, вот это вы все, конечно, видели в электромагнинизме, когда у вас вот это был вектор потенциал, а вот это было Могневное поле, и, соответственно, поток Могневного поля через контур, точнее, наверное, поток потенциала через контур равнялся циркуляцией. И вот сейчас про эту величину мы и докажем теорию. Вот. Я посмотрю на каких я обозначения, чтобы нет этого. вот, значит, давайте возьмем эту величину. Опять, я хочу напомнить, что мы работаем с изоэнтеропическим случаем, когда уравнение Эйлера у нас записано через брегент энтальпии. И теперь мы возьмем циркуляцию по контуру, по произвольному замкнутому контуру, и посмотрим, как от нее устроена предполная производная во времени, т.е. Лагранжевого производства. И возьмем d по df от v на df. Здесь, теперь, скорость меняется с течением времени, и сам контур меняется с течением времени и деформируется. Поэтому я должен дифференцировать обе величины. Во-первых, здесь вывести интеграл на v на df по df, и плюс интеграл dv по df по df. Теперь, интеграл dL по df, это опять есть v. Ну, или можно сказать, что этот интеграл есть v, dv, и я его должен проинтегрировать по этому замкнутому контуру. А здесь то, что у меня стоит, это у меня стоит градиент dv, и я его должен проинтегрировать, опять же, по контуру. Здесь у меня стоит интеграл от полный производный от dv в квадрат пополам, взятый по замкнутому контуру, который, конечно же, 0. А здесь у меня стоит, в соответствии с теоремой струксом, который мы только что упоминали, это интеграл от ротора, вот этого вектора, ротор градиента, да, долгил, по точке. Но ротор градиента всегда разный, поэтому это тоже разный. Вот. Теорем такая важная, что мы еще один, а среди интеграл. Значит, то, что мы получили, это обобщение того простого случая с цимметрическим стаканом, а именно, когда жидкость идеальна, и в ней существуют только нормальные силы, нету сдвиговых, нету силы трения, тогда сохраняется циркуляция скорости по любому контуру. Но сохраняется в том смысле, что этот контур жидкий. То есть, если я посмотрю на контур, покрашу краской частицы жидкости и буду следить за этими частицами жидкости, как они снижаются, потому что я присуществлял производную лагранжи, тоталидант, циркуляция контуру по нему сохраняется. Давайте я вам это делаю сейчас еще по вашей другой стороны, поскольку это действительно важная вещь, и, к сожалению, физику этого дела мы не очень хорошо умеем эксплуатировать, но математика за этим следит какая-то совершенно невероятная красоты, и мне довольствовалось беседовать с математиками, которые говорят, что вы физик даже не понимаете, какой невероятной красоты у вас есть в руках объект, а именно уравнение и теорема Кервина, про который вы ничего не понимаете. Значит, давайте я его поэтому напишу немножко иначе, а именно я его напишу про омин. Мы понимаем, что интеграл от скорости мы сформулировали как сохранение циркуляции по контуру, но это то же самое, что сохранение потока завихренности через контуру. То есть у меня есть конту, у него есть омега, которая сквозь него проходит, через некоторое время этот поток стал каким-то совершенно другим. Он растянулся, он стал большим, но поток омеги, который сквозь него проходит, тот же самый. Это нам должно напоминать, тем, которые учили электромагнитизм, то, что следует из уравнений Максвелла. Давайте мы сейчас увидим эту аналогию, поскольку она повязанная. Значит, я вам напомню уравнение, в каком виде мы записали это, я здесь напишу, здесь у нас будет что-то визельное уравнение. Значит, вот это уравнение, если вы помните, мы записали в виде dv под t равняется v на ротор v минус градиент w и плюс v квадрат пополам, и где-нибудь там было, наверное, рог, которое я... А? Нет, рог у меня уже нет, все нормально. Значит, вот мы же писали уравнение в таком виде, и я вам говорил, что мы его будем эксплуатировать. Один раз мы его эксплуатировали, выводя теорему пернули. Мы спроектировали ее, это уравнение его вдоль скорости, и тогда этот член исчез, потому что он перпендикулярен скоростью. И остался только вот этот, и для стационарного движения это исчезло, и это стало теоремой пернули. А теперь мы давайте сделаем наоборот. Давайте мы теперь посмотрим на поперечную часть этого уравнения. Чтобы посмотреть на поперечную часть этого уравнения, нужно взять ротор, это электральное уравнение, нужно взять от него ротор. И тогда оно превратится вот с такой уравнением. dω плюс d, да? Равняется ротор v на ω, это же ω опять, да? Вот здесь стоит, а это члену не будет, и это на самом деле, и это на самом деле то же самое уравнение, которое выставляет магнитное поле в идеальном проводнике. В идеальном проводнике, если этот проводник движется со скоростью v, и вы перейдете в систему отсчета, в которой находится этот проводник, но в нем электрическое поле, будет электрическое поле плюс v на c на магнитное поле. Правильно? есть такое тут самое, и v на c должно быть векторное произведение. Давайте я напишу это вот так. v вектор на h разделе на c, и это должно быть равно ну. Так? Это уравнение Максвелла, которое говорит, что если у меня есть идеальный проводник, то в системе отсчета этого проводника электрическое поле вызывает проводник на нулю, иначе оно вызовет бесконечный ток. Есть второе уравнение, которое dh по dd равняется, если я правильно помню, c на рот альмин. Да? Соответственно, значит, если я теперь сюда... Только минус. И... Нет, я забываю. Давайте я буду шпардалку смотреть. dh по dd минус c на рот альмин. Вот так правильно, да? Теперь, если я возьму e, подставлю его вот отсюда, я получу уравнение dh по dd равняется... c вылетит... вылетит... c вылетит совсем, и останется рот альмин на h. Таким образом, мы видим, что завихренность в идеальной жидкости и магнитное поле в идеальном проводнике вылетит огромное тому же умолвение. И то, что вы сформулировали сейчас как сферимакировано в электромагнетизме, в физике плазмы, где это используется очень активно, называется условием вмороженности магнитного поля. Это означает, что если у вас есть какой-то жиркий контур, из-за него есть поток магнитного поля, а это мы очень хорошо знаем. Это, на самом деле, очень важно. Особенно потому, когда мы начинаем это дело квантовать, мы понимаем, что этот поток, он квантован, возникает очень много разной красивой физики вокруг него. Так вот, эта штука сохраняется по делу движения. Это означает, что завихренность вморожена в жидкость, и это самое h тоже вморожено. и от этого, значит, звонок, мы сейчас слышим звонок, да, я? То есть, я вам сам... Еще пять минут, или десять. Был в пять. Был в пять вольных, мы начали в пять на пять, да? Да. Хорошо. Значит, вот мы сформулировали теорему Кевина, которая говорит, что в идеальной жидкости, завихренность, всякого контура, большого, маленького, любого, сохраняется по мере движения. И возникло желание это подтверждение про эксплуатирование. И вот сейчас я вам расскажу историю, как это было сделано, и что из этого плава облачилось. Значит, потому что теперь мы более или менее все, что нужно, знаем про наше уравнение, и пришло время их решать. Да? И... Хотел я вам еще, на самом деле, показать третий способ вывода, но, наверное, это будет отличным. Вы уже не верите, что она сохраняется? Вы видите, что это третий способ. Верить нельзя никому. Когда я был маленький, был фильм «Свеннадцать лет не весны», и там Мюнберг говорит Штейнцу, «Верить нельзя никому». И можно. Вот. Но на самом деле никто не будет. Вот. Надо все... Да. Я, пожалуй, что действительно не буду вам рассказывать третий способ, а я вам лучше расскажу, что из этого получается. Можно просто... Да. Вопрос лучше задавать по ходу дела, а также по ходу дела можно говорить такие вещи, как я не понял ничего, можно это еще раз. Это приветствую все-таки. Да. А по поводу вот уравнения... Вот что это за уравнение «Деприсмен наш»? Это уравнение вот такое. Это преобразование электрического поля при переходе в движущий систему отсчетов. Если такое... Это называется преобразование Лоренца. Вот. Значит, если у вас есть электрическое поле, на этом работают генераторы, которые нам устраивали электрический доказатель, что если начать двигать в магнитное поле, то в нем появляется электрическое поле. Это закон микромагнитной индукции. Фактически вот эта формула... Это закон микромагнитной индукции. Она показывает, что если у вас есть что-то, что движется в немагнитном поле, то есть то есть есть магнитное поле и есть скорость, то векторное произведение вашего, ну, вы берёте магнитное поле, вы крутите чего-то вперёд, и в результате векторного произведения В, то есть В на ваше H, у вас появляется электрическое поле в электромагнитной индукции. Что у нас здесь за ситуация с магнитной индукцией? А это уровень Максола, которая говорит, что если вы теперь будете менять электрическое магнитное поле, то есть сжимать, наверное, увеличивать ток по С Boot친uil. Значит, вот эта штука мне говорит что если я буду менять магнитное поле, ну, например, как можно менять магнитное поле? Например, сжимать, увеличивать ток по Сfelenoides, внутри будет меняться электрическое поле. Когда вы будете увеличивать ток по соленоиду, вы будете увеличивать внутри магнитное поле, вы будете создавать при этом электрическое поле тоже. Другой способ создать электрическое поле, которое Форделик открыл, а Эрстетт нет, заключается в том, что можно взять неизменяемое магнитное поле и в нем двигать проводник. Просто двигаться. И тогда векторное произведение скорости на магнитное поле созданут вам электродвижущую силу. Теперь то, что я здесь написал, это следующее соображение, что если у вас есть идеальный проводник, то внутри идеального проводника поле должно быть ноль. Это означает, что какое в нем бы ни было электрическое поле, если вы еще его двигаете, а к нему добавится к этому электрическому полю вот такая величина, их сумма должна быть ноль. Из этих двух уравнений следует уравнение, какому удовлетворяет магнитное поле внутри движущегося идеального проводника. И это уравнение, которое используют со всего вправо. Не как в плазме, которая довольно хорошо вправо будет или в многих других вещах. Вот. Вы можете повторить, как раскрывали полную производную циркуляцию? Как я раскрывал полную производную циркуляцию? Я написал интеграл от VDL. Вот это у меня была циркуляция по замкнутому контуру. Теперь я сказал... Тут, на самом деле, нужно быть аккуратным. У меня это на самом деле является написано чуть-чуть аккуратнее и подробнее, чем я выделял на доске. Но вопрос совершенно уместный. Я хотел подсказать, но он мне не дает. Я тебе, значит, подробнее расскажу. У этого контура есть какой-то элемент. Давайте я его напишу, чтобы не путаться, как бы дельта L. У меня есть такой вот дельта L. Этот дельта L с течения времени не меняется, он функция времени. Через некоторое время мой контур станет вот тут, и мой дельта L станет вот таким, каким-то другим. Был такой, стал вот такой. Поэтому, когда я напишу ДСОДТ, у меня, значит, есть один из членов, это интеграл V на ДОДТ от дельта L. Так? Но скорость изменения вот такого элемента, она определяется самим, так сказать, этим самым, она определяется дельта V, разностью скоростей, так сказать, приращением скорости на этом интеграле. Таким образом, то, что у меня здесь стоит, у меня стоит интеграл от V на dV, заметьте, скалярное произведение, это все вектора, да? То есть у меня здесь стоит V как вектор, DL как вектор, и между ними скалярное произведение. Значит, у меня на самом деле стоит вот такой вот интеграл по контуре. Конечно, V есть функция координат на контуре, да? То есть, по-хорошему, я не могу, чтобы написать V на dV по DL, на dL интеграл по DL по контуру. Я могу написать как VDV, потому что, на самом деле, вот эта вот величина, это и есть дифференциал скорости вдоль контура. Но это то же самое, что это дифференциал, видите, я дифференциалы сейчас пишу дельта, чтобы как бы аккуратнее было, а V квадрат пополам, потому что если у меня есть VDV, то это то же самое, что дифференциал V квадрат пополам. Но интегралы дифференциала по западному контуру всегда нужны, окей? Значит, это как раз вычисление более-менее вам доводившейся, где динамики есть практически в таком же виде. А второй компонент, мы полагаем, равна нулю, потому что… А второй компонент, это тоже не привяльно, она не всегда равна нулю. Она равна нулю только в том случае, когда у меня dV по dt, видите, вот. Это же Лагранжевая перемена, которую я вычисляю, да? Значит, я сейчас продифференцировал дельта В. Давайте сейчас, ну, есть вторая добавка, которая есть. Интеграл dV по dt на дельта В. Опять сказал натяжение, опять походу. dV по dt полная Лагранжевая производная только в случае изоэтропического. Я хочу напомнить простой физический смысл, что такое изоэтропическое. Это значит, что в жидкости температура постоянная. Мы не рассматриваем сейчас неоднородную нагретую жидкость. Это означает, что у нее энтропия в начальном времени была постоянно по пространству, а поскольку энтропия сохраняется у каждого жидкого элемента, то она остается констатой. И это называется изоэтропическое течение. Я бы написал по-английски просто чисто автоматическое. Но, короче, изоэтропическое. Это означает, что я могу правую часть представить как градиент и далее. Только в этом случае, вот здесь вот, стоит градиент. То есть это интеграл градиента по площади. И он ноль. Он ноль, может потому что я могу представить интеграл от ротора градиента по площади. Но, с другой стороны, тоже понятно, что если я возьму градиент, который полная производная, и по западному порту регулирую. То есть, если выйти в гору, а потом прийти вниз, и система трения бы не было, то мы бы никакой работы не совершили. Да? Да. Звоночник-перемену. Будем делать перемену? А? Перемену будем делать. Будем делать перемену или поклоним и закончим экспериментуру? Что так вам не заберем? Сделаем. Пять минуты. Сделаем. А мы не поможем? Нет. Пока что я не поможем. Не жимаем, не жимаем. Все это работает всегда. У нас есть у меня. Вот здесь-то здесь я говорю. А я уже сказал, что вот так можно по спичи 데строить, у которых по уронения, мы можем, что я, вот так, что вы хотите, чтобы одиночество выдастся до Ставис дай мне вам от 1, 1, 1. Вот так, что вы знаете, что я не могу. Потом ты прочитаешься на мусор. При этом продолжаешься. Вот так. При этом работаем, что мы будем делать если Last year до 1, 2, 2, 3, 3, 3. И это работаем, когда мы должны работать. В этом время, когда оброчи. Есть ли кто-то с помощью или Нет. Это, конечно, не важно, как и многие, в общем, это не важно, что в начале, но здесь, только больше общее. Важно, что в свою стрельбу, когда у меня есть. Не, но и все, и все. Но, вот, нет. То есть, это все начнете делать. Мы не сможем, все. Все. В принципе, я нажимаю на металл-трелеги, а тем, как же, в стерпи. В стерпи уже не меняется. Вы просто жарко не забыли записать, в группу подписки, где-то, как мне, то что-то, не в ней, в ней, а в ней, в ней, в ней. а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И, чтобы совсем жизнь была простой, мы скажем, что вот с этого момента мы начнем рассматривать нежимальную жидкость. Потому что нам интересно движение этого тела, сначала на не очень больших скоростях, то есть на скоростях много меньше скорости звука. Только когда скорости начинают быть сравнимыми со скоростью звука, следует принимать внимание изменение плотности. Это означает, что в уравнении непрерывности все, что останется, это дивергенция V равняется 0. Если бюро константа, то бюро под это равняется 0, его можно вынести за дивергенцию. Но V это радиент φ, поэтому то, что здесь написано, это латлас φ равняется 0. У этого уравнения есть, конечно, данная история, которая говорит, что на поверхности тела V на радиусе r, его нормальная компонента к моему телу должна равняться скорости моего тела. Ну, чтобы не было относительного движения жидкости и тела. Это означает, что нормальная производная потенциала по нормальной поверхности должна совпадать с константой, которая есть в поле. Это везде нормальная? То есть может быть просто какое направление N? Дело в том, что мы... Вот, ну, что-то очень многое направление в сторону. Мы предупрегаем трение, поэтому жидкость может скользить до этого шара, но она не может проникать внутрь. Ну, то, что здесь написано, что она не проникает к моему телу, это очень многое направление. Окей? А скажите по нему, она может быть. Это по-просто. Может, она тренинциальная? Тренинциальная? Да, да. То есть нормальная поверхность из сферы? Ну, нормальный компонент, да, это означает, что жидкость вот здесь может двигаться относительно поверхности вот так, но не может двигаться вот так. Она не может проникать внутрь. Ее, если я, ну, она опять, есть U, U спроектированная нормальность. То есть теперь в целом, что у меня есть вот здесь вот. Давайте, давайте введем уголки, а там... Что-то идти, да. Сейчас, да. Видите, я забыл, видите, сразу же стало непонятно. Значит, U на косинус 3, да? Голосно равняться, доведить пузыря. Вот это идётчик, да? В точке... Ну, на расстоянии. Ну, что просто означает, что жидкость не проникает в ордилу и не отрывается от неё, да? Между ними нет зазоров, да? Произошло чудо, я хочу, чтобы вы поняли, что произошло чудо. Вместо того, чтобы решать нелинейное векторное уравнение в частных производных, задача свелась к линейному уравнению Лапласа, которое мы все в электростатике столько линейной не решали. Вот вся электростатика — это решение уравнения Лапласа. С разными гранусловиями, каковыми является распределение зарядов на краях, да? Чутенько. И всё, что нам нужно, теперь написать соответствующее решение уравнения Лапласа. И... всё. Теперь спрашивается, которое? У нас сферически симметричное тело, но выделен вектор, да? У того, которого оно движется. То есть у нас, на самом деле, есть аксиальная ассимметрия. У нас, так сказать, вот по вот этому вот углу всё абсолютно симметрично. А этот угол-текла, от него, конечно, всё должно зависеть, потому что, так сказать, у нас есть выделенное направление, ось по движению. Значит, какие известны решения уравнения Лапласа? Вольном или Жандар? Известны сферические функции. Сферическая, дипольная, плагрупольная... Как учили... Здесь диполь подходил. Здесь диполь подходил. Наверное, диполь подходил. Почему диполь? Да, он имеет аксиальная ассимметрия. Да. Во-первых, диполь имеет аксиальная ассимметрия. Во-вторых, на самом деле, совершенно понятно, что у нас есть линейное уравнение с линейным граничным условием. То есть, заданная величина У, которая из граничного условия, линейно связана с плодом Фи. Это значит, что Фи, который нас интересует, должно быть пропорционально уравнение. Правильно? Это функция координата. Это вектор, который... Есть константный. Но из вектора скаляр можно сделать как? Сделано скалярное произведение с другим вектором. Никого другого способа нет. Значит, на самом деле, решение уравнение лапласа – это единица на верх и все его производные. Градиент единица на верх и так далее. Понятно, что здесь нам нужно брать градиент, потому что нам нужно сделать скалярский. И скаляр можно сделать только вот так. То есть, ничего с другого, кроме комбинации скалярное произведение двух векторов, а вектор мы можем сделать только взяв градиент. Вот это и есть дипольт. Вот это вот дипольт, да. Градиент единицы на верх – это дипольт, если кто не счастлив. Значит, ну и давайте я вам напишу сразу формулы, чтобы не отвлекать нас этим самым. Значит, со всеми коэффициентами ответ будет выглядеть так. Значит, давайте я введу единичный вектор n, который будет вектором нормали. И тогда, конечно же, так сказать, тут есть какое-то число, и все будет выглядеть вот так. Фи равняется r в кубе на 2 r в квадрате. Естественно, все бывает, как обычно, диполь у на n. Ну, или у косинус, если угодно. Соответственно, поле скорости – это как потенциал. Дипольный. Поле скорости будет как электрическое поле. b из градиента 3. И это будет r в кубе на 2 r в кубе 3mol. Ну, что-то, что мы из электростатики, в принципе, напряжением мысли могли бы исполнить, так? Я эти формулы написал, но мы ими будем пользоваться. Несмотря на их, значит, их написал Stokes, который был учитель Максвелла. Если вам это интересно, Максвелл задавал экзамен Stokesу, на котором выдело распределение Максвелла для частиц в качестве задачки на экзамене. А что за задача такая была? Вынесли распределение Максвелла. А он не назывался распределением Максвелла. Максвелл задавал, получить новые физические результаты. Я вам очень советую. Кстати, Stokes был замечательный человек. Максвелл рассказывал в своих воспоминаниях, что Stokes был невероятным. Он приходил, доставал бумаги, прочитывал по этим бумагам, писал формулы на доске, негранировку, который забивал бумаги и уходил. Но поскольку он был российский человек, он иногда забывал бумаги. Он приходил, останавливался, смотрел в аудиторию и начинал думать вслух. И вот, как писал потом Максвелл, так я выучился физикой. Три раза я видел, как Stokes думал вслух. Это было очень интересно, я очень царится его прочитать. Максвелл стал директором Кевиндишла, который обнаружил бумаги Кевиндиша, в котором Кевиндиш еще не публиковал, он был приватный человек. Он нашел все бумаги, в том числе там была серия опытов о пропускании эллиптического тока через человеческое дело. И Максвелл, поскольку он считал, что его обязанность как директора лаборатории повторить, это назвалось Кевиндишла, то есть в лабораториях не Кевиндиша, то он просто повторил все эти опыты и в том числе присутствующие описывали, он стоял, кричал страшным крикам и сказал, это действительно очень больно. Это официально совершенно невероятно. Эллиптический стул не он изобрал? Нет, это было. После этого, что еще мы можем? Мы можем спросить себя, как будет выглядеть уравнение Бернулли. Мы работаем с аганатным течением. Помните, у нас было уравнение Бернулли, которое мы получали вот отсюда. А теперь мы его можем написать для потенциального течения, когда вы есть градиент этого самого Фи, тогда вот в этом самом уравнении, опять же так сказать, у нас Омега равна нулю, этого члена нету. И это уравнение может быть написано как D градиент Фи по ДТ равняется минус градиент W. Теперь от W остается только P на РО, потому что у нежимаемой жидкости не меняется внутренняя энергия, и тут стоит градиент Фи в квадрате пополам. Я просто хочу сейчас давление получить, мне время вычитать, я буду с вами градиентами. Значит, отсюда, здесь градиент, и здесь градиент, я могу проинтегрировать это уравнение по пространству. Это у нас будет иметь Дфи по ДТ равняется минус P на РО, точнее, плюс, давайте напишем так, P на РО плюс град Фи в квадрате пополам равняется константе. И эта константа, поскольку я поинтегрировал это пространство, она может быть произвольной функцией времени, что не играет никакой роли, потому что она не зависит от координат. А то, что не зависит от координат, Фи меняет, но поле скорости не меняет, потому что оно из градиент Фи, да? Поэтому здесь эта константа одинакро во всем пространство. Это означает, что для потенциального движения трема Бернолли обладает куда более могучим смыслом, чем для общего течения. Для общего течения вдоль каждой линии тока сохранялась вот эта комбинация, вы помните, которая была для стационарного В квадрат Фи в квадрате пополам плюс П на рот плюс Е, но на другой линии тока это могло быть другим. Для потенциального движения это константа общая для всех линий тока. Но теперь она у нас даже более того, мы получили некоторое соотношение справедливое для даже меняющихся по времени движения. То есть вот эта штука теперь константа, не зависящая от пространства. Просто во всем пространстве вот это вот одно и то же, в каждой точке. Вот. Теперь это можно использовать, чтобы найти давление. Так? Чему равно давление? Вот у нас есть Фи. Мы можем взять драдиент Фи в квадрате и подставить его вот сюда, да? Значит, П на Ро равняется драдиент Фи в квадрате с ополами. Должны ли мы подставлять к фипу ДТ или мы не должны подставлять к фипу ДТ? В какой системе отсчета написано это решение? Это решение написано в системе отсчета, связанной с телом. Так? В этой системе отсчета в этой системе отсчета значит, если я захочу получить на самом деле движение жидкости в ее системе координат, я должен буду взять φ как функцию координаты минус u на c, правильно? Давайте я еще напишу, как, так сказать, у, это мой параметр. И вот так оно выглядит. И вот эту именно функцию я должен подставлять в соотношении Бернольдера, потому что соотношение Бернольдера получено в системе отсчета жидкости. В жидкости во всех точках это должно быть от нынешнего. Поэтому то, что здесь стоит, на самом деле, тут стоит вот такое выражение, давайте я его аккуратненько напишу. Вот если у меня φ установлено вот так, то d по dt от него. Давайте я еще буду считать для общности, поскольку через 5 минут нам это понадобится, что ос может зависеть от времени. Пуля вообще любая. Почему она может зависеть от времени? Потому что, когда я решал уравнение Лакласа, я его решал в один момент времени. В любую другую минуту времени я его опять могу решить, и опять мгновенное значение u в этот момент времени мгновенно задаст мне поле скорости во всем пространстве. Это следствие нежимаемости. Потому что я предположил жидкость нежимаемой, это означает, что я предположил скорость звука, равной бесконечности. Ну или точнее, все мои скорости намного меньше, чем скорость человека. Это означает, что информация о том, что мое тело изменило скорость, наверно распространяется во всем пространстве. Вы видите, технически φ выражается через u в этот момент времени. Если u будет зависеть от времени, то φ будет зависеть от времени ровно вот таким же самым образом. Так? Поэтому, соответственно, ее производная по времени, она будет dU по dTr на dFi по dU, просто производная от полу как по параметрам. Тут остается просто косинус θ. Но, вообще говоря, u стоит у меня еще здесь. Поэтому здесь будет минус u на dFi по dR. Ну или, например, φ. И вот это я должен теперь подставить вот сюда. Так? И давление в результате, я вам просто прошу ответ, чтобы не тратить время на простое начисленное давление, устроено так. f равняется некоторой обороте, какая-то константа, ρU в квадрате 9 косинус квадратов, это минус 5, разделить на 8, плюс ρR в косинус θ, то есть n на dU в квадрате. Вот. Значит, два удивительных соображения отсюда видны. Во-первых, теперь тогда у вас есть давление. Заметьте, кстати говоря, что поле скорости мы нашли, решая линейное уравнение в Аплас. Но, чтобы найти давление, нам нужно было уже... давление уже не линейное зависит от этой величины, но это уже готовая формула, по которой только нужно было подставить. Очень трудно решать не линейное уравнение. И вся, так сказать, вся изобретательность вот так ушла на то, чтобы понять, что вот этот предел, в котором мы рассматриваем нежимаемую жидкость и потенциальное обтекание, сводится к линейной задачи. Теперь, зато когда у нас есть давление, мы можем взять и найти силу, которая действует на тело. Чтобы найти силу, которая действует на тело, это же и есть мысль, просто взять и проинтегрировать давление по поверхности. Значит, ну, констант, конечно, по-прежнему ничего не даст. А этот член даст вклад в интервал на поверхности. Давайте мы примерно пишем Fx. Пускай вот это вот у нас приведет ось x. Тогда Fx это означает, что мы должны взять это давление, проектировать его по поверхности и умножить на косинус. Потому что давление действует по-нормале, а мы, конечно, спроектировать это делаем на x, да? На косинус θ. Понятно, что интеграл, он нечетный по косинус θ, и он даст ноль от этого члена. А вот этот интеграл, он четный, потому что здесь нечетный, я умножу еще раз на косинус и получу следующий ответ. Дядя, я его напишу. По поверхности тела, это то же самое, что есть с ромом в трубе, ДУ по ДТ, Пи, интеграл косинус квадрат в тета, Д косинус тета, и косинус θ меняется с единицей до единицей, и в результате получится следующее выражение. Два пик Р в кубе на три ДУ по ДТ. Значит, два в новом виде соображения. Значит, во-первых, что этот член, не то никакого круга, это означает, что равномерное прямолинейное движение тела не сопровождается никакой силой. То же самое можно сделать для ДУ по ДТ, который играл с ДС, ДУ по ДР. Эта сила называется сила сопротивления, а это называется подъемная сила. Если эта сила равна нулю, птицы и самолеты не могут летать. Значит, мы видим, что когда ДУ по ДТ равно нулю, когда он не меняется с течением времени, никакая сила на тело не действует. Это первое заключение, которое мы получаем, и с ним в основном мы будем иметь дело на следующей лекции. А второе, которое мы получаем, мы видим, что вот тут стоит такая величина, сила, которая, я бы написал вот так, ДУ по ДТ, тут РО я, конечно, пропустил, да, ДУ по ДТ от 2 Пи Р в кубе на 3 РО на У. Так? Сила должна быть производная по времени от импульса. Правильно? Является ли эта штука импульсом? Это половина импульса ВД, заключенная в этом объеме. Во-первых, чисто по геометрии мы знаем, что 4 3 Пи Р в кубе – это объем сферы. То, что здесь стоит, это половина объема вытесненной ВД. Так? Половина объема сферы. Значит, эта штука умножить на РО называется присоединенная масса. Давайте я ее буду называть импульсом, да? Значит, очень хочется сказать, что сила, действующая на тело, есть производная по времени от импульса жидкости, а импульс жидкости, полный импульс жидкости такой, как если бы… Значит, ну, мы видим, что это сложное поле скорости. Понимаете, поле скорости их пространства распределено вот так. Можно? Да. Почему мы считаем, что поле скорости будет таким же, если мы добавим еще раз в производную… ну, то есть скорость внешнего течения, будем менять? Потому что потенциальное течение полностью определяется своими граничными условиями в этот момент времени. Но еще условия на бесконечности? Нет. Условия на бесконечности у меня, если я нахожусь в системе отсчета тела, то условия на бесконечности – это то, что она равна U, минус U, и условия на теле – это то, что она тогда совпадает с ним. Или я могу совсем несет о жидкости, и тогда вот я не сделаю на бесконечности, а на теле должна совпадать со скоростью тела нормальная компонента. Важно, что в несжимаемом случае я должен решить это уравнение и это то, что условия. То есть нет нигде времени. В каждое время я задам U, и для него немедленно получим фит. И еще раз, давайте я повторю, это место на самом деле очень важное. Эта мгновенность связана с тем, что я предположил жидкость несжимаемая. Про это будет пятая лекция, что будет, когда на самом деле жидкость сжимаемая, акустика, число маха, ударной логи и все прочее. В момент, когда мы предполагаем жидкость несжимаемая, мы предполагаем, что в нашей скорости многое меньше скорости звука. Давайте это утверждение сделаем автологично. Мы предполагаем, что скорость звука намного больше, чем в нашей скорости. Иными словами, мы предполагаем, что скорость нашего звука бесконечна. Бесконечная скорость звука означает, что информация передается мгновенно из точки в точку. Вот таким образом у нас появилась вот эта вот мгновенность в том, что поле скорости во всем пространстве мгновенно отзывается на изъединение скорости моего тела здесь. Это есть следствие предположения о нежимаемости. На самом деле оно, конечно, отзывается мгновенно, но я предполагаю, что скорость звука так быстро доносит, что моё тело движется так медленно, что я могу считать, что более-менее всё успевает устало и добиться. Тем не менее, давайте все-таки вернёмся к тому, что я вам хотел сказать, потому что я вам сейчас действительно первая по-настоящему не требовательная вещь хочу рассказать, которая, к сожалению, даже не объяснена у Ландау Левшица, и в общем большинство учебников плохо изобретает этот курс, несмотря на то, что он довольно фундаментальный. Что это за сила? Вот я меняю скорость в течение времени. Это явное изменение инерции. Понятно, что от того, что у меня тело движется, оно вовлекает в движение жидкость, инерция этого тела меняется. И хочется сказать, что вот это и есть присоединённая масса, половинка от 4-х третьих, 2-третьих. Это присоединённая масса. Если я хочу ускорить своё тело, я должен ещё вдобавок ускорить вот эту массу. И это так, как это всегда излагается в учебнике. И я хочу сейчас, чтобы вы поняли эту вещь глубже, потому что за ним стоят некоторые очень интегрированные вещи. Сила должна быть производная по времени от импульса. Давайте это проверим. Вот полис скорости. Что такое импульс? Импульс — это ρ умножить на v. А полный импульс — это интервал по пространству. Глядя на ту формулу уже сразу выполнить, есть это самое сомнение и тревоги. Значит, интеграл ρ v по всему пространству. Давайте возьмём vx, например, x компонентом импульса. Так. Нет тут ни у кого никакой сомнений, тревоги и печали, глядя на формулу в правом верхнем углу доски. Она умножает к лениться на r в кубе. В r. Если вы её будете интегрировать по d3r, этот интервал, в общем-то, расходится на больших расстояниях, логарифмически. Он имеет вид r квадрат dr разделить на r в кубе. Он имеет вид dr на r. Да. Я открою всё ещё в системе чего-то, движущейся... Да хоть в какую-то. Она единица на r в кубе. Добавьте константу, отнимите константу, так сказать, в данном смысле. Мы можем... В системе чего-то жидкости, это самое, до бесконечности, ничего нету, кроме... Это отличие его от u. Оно убывает до нуля, но очень мельное, как я не знаю, в кубе. Интеграл расходится. Куже того, например, этот интеграл, и про это Волдал пишет, но это не объясняет, что за этим стоит. Он пишет, с импульсом работать неудобно, поэтому мы с импульсом работать не будем. Я хочу, чтобы вы поняли, почему всё неудобно работать. Неудобно работать, потому что приходится понимать неожиданную вещь. То есть, эта штука в x, это что такое? Это... Давайте я прошу. Это, на самом деле, вот если вы заглядите, это три косинус квадрат тета минус один. Так? Я могу вычислять это дело на больших расстояниях, выбирая разную форму поверхности. И я обнаруживаю, что, если, например, я возьму это дело и буду его интегрировать по поверхности сферы бесконечно большого радиуса... То есть, я просто вот этот интеграл буду вычислять по сфере. Это означает, что это абсолютный сферический симметричный интеграл. Тогда понятно, что от косинус квадрата и от единицы тогда с ноль. Да? Теперь, я могу его вычислять вот такому цилиндру, например, у которого будет бесконечно длинный и бесконечно большой радиус. Но после этого я уже потерял сферическую симметрию. Можно проверить, что ответ будет минус. Я не хочу просто писать форму. Еще раз. Еще раз. Значит... Подождите, вы даже объемный интеграл вычисляете по поверхности? А? Я вычисляю интеграл по объему. Но этот объем, естественно... Уважение такое. Ответ зависит от формы объема. Это же его нарушится. Я хочу спросить вас. Это правда, что вычисляемый нами импульс должен зависеть от формы объема? Или это какая-то ерунда? Или неправильно выяснить эту формулу? Или мы что-то не понимаем про то, как... Ну, интеграл вычислять, на самом деле, не сложно здесь. Скажем, по поверхности... В смысле, по... По внутренности сферы интеграл вычислить внутрь, но он... Вот. Значит... Вот есть тело. Оно движется внутри этой комнаты. Я спрашиваю, что за импульс жидкости всего воздуха в этой комнате? Давно я движусь, уже очень давно. Все как-то так происходит в уровне стационарно. Чему равен импульс воздуха в этой комнате? Ну, и плотность воздуха на скорость шайка сзади? Да, конечно. Я движусь, а воздух замещает меня сзади. Я движусь туда, а он идет назад. Поскольку в среднем, в целом, из этой комнаты ничего не выходит, сюда ничего не заходит. Поэтому, конечно же, если я нахожусь в большом жестком вещи, то импульс жидкости, конечно, должен быть равен не две третих пиль в рф кубе на РО и, а не плюс четыре третих пиль в рф кубе на РО и. Вот это будет импульс жидкости с жесткими степями. И он отличается полтора раза и со знаком от того, что мне сейчас вычислить. Конечно же, импульс зависит от того, какие равно условия бесконечности. А если у меня не было ящика, в котором я нахожусь, я могу считать, что куда-то там импульс, все туда-то течет. Мы работаем все-таки в системе отсчета, связанной с телом, или мы работаем в лабораторной системе отсчета? Мы можем всегда перейти за мной в другую, добавив ю или одни от ю. Нет проблем. Просто если мы перейдем в систему отсчета. Эта формула, посмотрите на эту формулу, она написана в системе отсчета жидкости, потому что в ней v стремится к нулю, когда v стремится к бесконечности. В системе отсчета тела эта формула будет иметь минус ю, и она будет стремиться к константе равной минус ю на бесконечности. Вот и все. Дуранс ходила нехитрая, добавить константу и отметить константу не в этом фокусе. Фокус заключается в том, что, на самом деле, когда тело движется, например, в большом ящике, действительно полный импульс жидкости равен вот этому значению, минус четыре трети, а вовсе не вот этой. Но на самом деле настоящее течение жидкости состоит из двух частей. Одна, которую мы выяснили и выяснили правильно, и это движение жидкости в ту же сторону, куда я ее толкаю. И вторая, очень маленький противноток, распределенный практически равномерно по всей комнате, который компенсирует это движение туда. Теперь, что же определяет силу? Казалось бы, да? Ответ. Силу определяет производство времени не от импульса, а от квазимпульса. И разница между импульсом и квазимпульсом есть тривиальная разница, которую поколение за поколением физиков, студентов и потом уже и взрослых людей не понимает. Давайте мы ее обсудим. И ради этого я, на самом деле, затеял всю эту вещь. Она уже не столько про библиангу, что вообще про обниму физические вещи. Чем отличается импульс от квазимпульса? Вот это вот квазимпульс, а вот это вот импульс. Да? Производное по времени от квазимпульсов относили действующие на тело. Значит, кто-то знает, чем отличается импульс от квазимпульсов? Давайте это обсудим. Всякое закон сохранения является выражением… Нужны мне вот такие формулы… Давайте я сотворю эти, тут на самом деле немало осталось. Значит, всякое закон сохранения является выражением симметрии. Закон сохранения импульса является выражением симметрии по отношению к светам в пространстве. Закон сохранения импульса говорит лишь, что пространство однородное, в котором написано на его работе. Закон сохранения энергии говорит лишь, что время однородное. Закон сохранения энергии – это просто подтверждение, что пять минут назад и через пять минут одно закон о природе нет, один и тот же вид. Закон сохранения квазимпульса чуть-чуть сложнее. Он мне говорит, что если у меня, помимо пространства, существует среда, заполняющая это пространство. И я могу дальше рассмотреть симметрию по нашей среде и всякое преобразование. Я что-то делаю и спрашиваю, изменилось ли я или не изменилось. Так вот, я теперь перехожу из точки к точке и спрашиваю, этот элемент среды отличается ли от вот этого элемента среды. Если среды нет, то в вакууме импульс, сквозь импульс, конечно, всегда составляет. Теперь, обычно мы сталкиваемся с сквозь импульсом в физике твердого тела, где эта симметрия не непрерывная, а дискретная. Нам нужно сдвинуться на шаг к истерической решетке, чтобы стать эдоталом полностью совпадает с этим элементом. Поэтому законы природы физики твердого тела инвариантны относительно сдвигов на постоянную решетку. В сплошной среде эти сдвиги непрерывная группа. Эти сдвиги могут быть любой причиной. Однако эти сдвиги принципиально не про симметрию простанства, а про симметрию среды, как материальной среды. И вот я хочу потратить остаток времени на то, сколько у меня времени. Мы начали... Около десяти минут у вас. А? Около десяти минут. Около десяти минут. Вот давайте мы говорим последние десять минут на то, чтобы я вам вкратце объяснил, что такое квази-липульс и как с ним попрощаться. Значит, как всегда, удобнее всего это делать в габинтоновских переменных. Значит, на самом деле, как всегда, у меня есть габинтониан. И я хочу, чтобы у меня этот габинтониан не зависел от координат. Например, координата x, которая координата внутри моей среды. И я хочу, чтобы эта симметрия габинтониана... Я хочу определить такую величину, чтобы... Эту величину я буду называть Х, чтобы ДК по ДТ равнялась ДХ по ДХ. Не всякий раз, когда ДХ по ДХ равняется нулю, ДК по ДТ тоже равнялась нулю. Так? Вот. Значит, дальше... Почему-то у меня перестала крутиться эта самая штука. Все они... Вот. Теперь, значит... А можно еще раз, что такое кабинтониан? Это величина, которую я еще не знаю, я еще буду ее искать. То есть у меня есть габинтониан, который зависит от координат каких-то Ху и от импульсов, которые я для разнообразия жизни буду называть Ху, потому что у меня Ху уже занято давлением, но давайте я его уже не буду. Это самое. Или давлением или импульсами, или другие. То есть у меня будет вот Ку или Ку и Т, или Ку и Т. И уравнение движения устроено так, что ДК по ДТ, ДК по ДТ равняется ДН по ДП, и ДП по ДТ равняется минус ДН по ДП. Это уравнение, геметорские уравненные движения, да? Соответственно, значит, я хочу, чтобы у меня ДН по ДХ, я могу выразить как? Я могу это выразить как ДН по ДП, ДП по ДХ плюс ДН по ДТ, ДК по ДХ, так? И я хочу определить К. Я хочу найти К, выразить его через Ку и Пи таким образом, чтобы его производная по времени совпадала с производной геммельтониана по координатам. И тогда симметрия геммельтониана относительно изменения координат, то есть независимость геммельтониана от координата, будет означать сохранение по времени величины Ка. Вот так делаются законы сохранения из симметрии. В данном случае из симметрии из ДН. Опять же, так сказать, я знаю, что если у меня есть ДК по ДТ, то я его, конечно же, чтобы увеличить его производное время, я должен взять эту скобку по основной геммельтониана. Кто не встречал скобки Пуассона всего? Значит, я не говорю до слова скобки Пуассона, я просто хочу сказать реальную вещь, что К искать функция от Пи и Пу. И чтобы пронифицировать по времени, я должен взять ДК по ДП на ДП на ДП плюс ДК по ДП на ДП, да? Подставить их из геммельтонских уравнений движения, в этом месте это будет ДН по ДП, в этом месте это будет минус ДН по ДП. И, соответственно, я хочу, чтобы эта штука равнялась вот этой штуке, да? Вот эта штука есть ДН по ДХ по ДХ, в простоте, просто написанная, да? А эта штука есть ДК по ДП. Теперь я хочу, чтобы это совпадало с вот этим, да? Ну и, соответственно, отсюда легко увидеть, что для того, чтобы они совпадали, у меня должно быть К. Сумма, минус интеграл, ну, там, сумма по И от всех этих самых, ну, в том числе интеграл по ДХ. Я предполагаю, что мои П и К, они все-таки функции еще вот этого самого Икса. То есть у меня функция Икс и Икс, еще есть индекс И, который там пробегает индекс. Сейчас такое ДКУЖИТОЕ по ДИКС ИТ. ДКУЖИТОЕ по ДИКС ИТ И это индекс, который стоит здесь. Да-да, а интеграл по ДИКС? Ну, Икс это вектор, разумеется. Нет, интеграл по ДИКС? Да, все. Ну, разумеется. У меня все в пространстве. То есть два из вектор, если у меня есть только одна симметрер для одного направления, то, соответственно, у меня будет только одна компонента этой от самого. Значит, можно проверить, что вот если ДК определить вот так, то эти два уравнения сохраняются. И вот теперь я хочу, чтобы вы посмотрели на уравнения гидродинамики с точки зрения того, как их можно записать в гамильтоновском лизе. Вообще говоря, с точки зрения формализма, а гамильтоновский формализм, в самом самом случае, из того, что у нас есть. Вы, наверное, уже с этим сталкивались с изучением механики, языкопротизма, и сло, и прочего. Начинаем. Есть вот этот же способ описания, когда у нас есть К и К с точкой, да? И мы записываем оборуджан, которые функции от К и К с точки, и пишем уравнение К с К. И есть гамильтоновский способ описания, который зависит от К и от К. Почему гамильтоновский более могучий? У меня первый порядок. Ну, они эквивалентны, так сказать, как уравнения. На самом деле, могучесть гамильтоновского лиза заключается в том, что его преобразование куда более широкие классные преобразования. Канонические преобразования, которые оставляют в сравнении гамильтоновский, это преобразования, которые можно окрутить отдельно, преобразовывать как хотим К и как хотим преобразовывать П, лишь бы только составлять в сравнении канонической лизы. А в адресном формализме у вас есть К, и когда вы можете преобразовывать только К. То есть, грубо говоря, и большинство способов, которые у физики решают задачи, это они преобразовывают ее в тривиальную задачу, понимаете? Поэтому, на самом деле, вопрос формализма – это самый общий. Кроме того, вот вы жаловались на математику. К сожалению, без математики были к счастью, но на математики не обойтись. Гамильтоновский формализм, на самом деле, это очень красивая геометрия, которую очень стоит изучить. В общем, на самом деле, очень много, может быть, выражено нету в виде. Значит, ну, теперь давайте посмотрим, что за геометрия, как наши уравнения геометрия могут быть записаны в геометрия. Где это делается? Это движение Хаин-дерма. И сравнение, ну, параллельно. Да, то есть мы пропустим все промежутки. Нет, я просто, понимаешь, я написал ответ. То есть, я должен, чтобы производная этой штуки по Q, она должна равняться вот этому. Смотрите, я хочу, чтобы вот это было вот этим. ДХ по ДП, ДХ по ДП, значит, вот это равняется вот этому. Так? А, соответственно, вот это равняется, в смысле, а вот это равняется вот этому. То есть, мне есть два уравнения, сейчас я из них составил комбинацию, такая, чтобы его производная по Q давала мне ДП по ДХ, а его производная по Q давала мне минус ДК. Значит, теперь мы хотим написать это дело для гидродинамики. И в гидродинамике я вам сейчас напишу ответ, а после этого продемонстрирую, что он действительно такой. Значит, ρ от V от Q плюс R квадрат пополам, это R, и Q равняется R минус R, а R от нуля равняется R. Значит, задавайте вопросы вслух, чтобы всем было... А? Формальный вопрос, потому что написано. Формальный вопрос тоже задавайте вслух. Где-то что-то плохо видно. Первая строчка, прочитать, пожалуйста. ДХ по ДХ есть, ДХ по ДП, ДП по ДХ. ДХ по ДК, прошу прощения за свой почерк, ДК по ДХ. Спасибо. Вот, значит, гаминтонское описание гидродинамики достигается в адранжевых перемене. Если я введу R как функцию времени, так что ДР по ДТ это просто скорость, и в начальный момент, и дальше каждая траектория определяется своей начальной позицией, которую я буду называть R большое. И это называется ладранжевые переменные. Это маркер, который я пометил в каждой траектории, где она была в начальной метре. И каждая траектория где-то была, она будто скортала. Значит, гаминтоновская координата Q, это есть R минус R. Так? Теперь R само по себе зависит от R и T. Она определяется, где она стартовала, и зависит от времени. Значит, перерывание А вот это. Вот эти уравнения, ДК по ДТ, равняется ДН по ДФ по импульсу, а импульс я не написал, давайте я напишу импульс, Пи равняется ρv. Ну, неудивительно. Импульс есть ρ умножить на V, да? Сейчас здесь вариационное производство надо будет рассчитывать. Да, конечно. И я стараюсь не останавливаться на таких довольно интервиральных соображениях, это самое, на L квадрат. Значит, здесь стоит Пи, импульс, если я по нему продифференцирую, то я получу уравнение dr по dt равняется v. Если я посмотрю на второе уравнение, dr P по dt, что будет на самом деле уравнение? dv плюс t равняется др. Вот так выглядит гидродинамика, так выглядит описание гидродинамики на лагранжевом языке. И теперь, после этого, используя это, используя эти переменные Пи, которые устроены вот так, и Q, которые устроены вот так, я могу написать квази-импульс жидкости и увидеть, что его производность действительно равняется силе действующей материи. Вот если я напишу теперь квази-импульс жидкости, то он, соответственно, в соответствии с этой формулой будет равняться минус инстеграл v, давайте я напишу формонизм, v житое, dr житое, dr житое, dr житое, dr житое. Или, поскольку курс состоит из двух частей, dr, и dr, то он будет устроен так. Скорость на интеграл скорость v житое минус dr житое dr и тому dr. Значит, разница от импульса вот в этом члене, вот это вот импульс. ρ, v, интеграл пространства. квази-импульс это минус, вот это что, которое называется копиан-преобразование. но важно теперь, что вот этот интеграл сходится до бесконечности и не зависит от конечного условия до бесконечности, потому что то, что здесь, извините, я отвечу так аккуратно, здесь стоит вот так. Давайте я напишу ещё это более крупно. d, dr, 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 dr это конечная координата точки в момент времени dr это её начальная координата dr когда я удаляюсь далеко от тела, точки практически не сдвигаются, жидкость практически не сдвигается, потому что она не знает про моё тело. Поэтому эта штука стремится к dr и жидкой, конечно. Просто r равняется r. Она где была, там и стоит. И поэтому этот интеграл вот этот фактор у него стремится к нулю. И он делает этот интеграл сходящимся и независимым антеграл условия для бесконечности. И это очень существенно. То есть вот эта разница, которую принято забывать в физике, это то, что разница между геннистом и гвазейным. И можно показать, что на самом мере сила, которая у нас действует, это произведённое объявление. Ну всё, значит завтра опять 5 часов, но опять кромок опять вместе. Вы знаете, что будет завтра будет 115 на сайте. на сайте. Спасибо. Спасибо.